Телекомпания «Веневизион» представляет. Соня Смит Мигель де Леон Федро Лопес Адольфо Кубас Арнольдо Бетанкур В многосерийном телевизионном фильме Мария Селеста В фильме снимались Рафаэль Бресеньо Эрнесто Балси Аранхель Делфин Маурисио Гонсалес Каролина Мото Белен Диас Анхелика Аренас Ильяна Хакет Айдита Артигас Кристина Овен Кристина Овен И другие Анатолина Моя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, грех жаловаться Так за что? Просто ясно За то, что Сантьяго Аспуро ушел с моей дороги И с компанией вообще Раз личные проблемы для него важнее Мешать он больше мне не сможет Выходит, они у него на первом месте А фирма, бизнес, все потом Старик теперь остался один Да к тому же он тоже очень занят делами своей внучки Выходит, мы предоставлены сами себе Понял? Что бы мы ни делали, никто и не заметит Никто А когда заметит, будет поздно Нет, Алекс Не просто поздно А бесповоротно поздно Никто ничего уже сделать не сможет Абсолютно Никто И ничего За хорошие новости можно и выпить Да, это просто отличные новости И не думайте с места двинуться Синьора Канцелло Молчал бы лучше Куда это вы собрались? На улицу Куда же еще? А ты действительно считаешь, что сможешь там выжить? В этом доме всегда царила демократия Но последнее слово будет За мной Сама нас выгнала Послушай, милая Когда это я тебя выгоняла? И сколько еще ты намерена гонор свой показывать? До самой смерти Виолетта Нельзя так с матерью Самарио, тебе не кажется, что мы плохо начинаем? И не нужно со мной спорить Это точно Ты ко мне совсем не прислушиваешься Поговорите еще у меня Здесь решаю я Вы оба Назад домой Будем думать, что делать Быстрей А ты что на меня смотришь? Пошли Это дело и тебя касается И в конце концов Я старика Идальго С его стервозной внучкой Выставлю на улицу Там им самое место Пусть заплатят За все то унижение Что мне пришлось пережить в этом доме Да, Тиберю Ты все такой же Последователь Макеавелли Каким было в университете? Толстяка Рамона Помнишь? Тоже не помню Толстяка Рамона Это тот самый парень Который пытался доказать Что я платил за экзамены И диплом И что получил его По блату Какая гнусная ложь Хотя чего уж там Платил ведь Помалкивай Сам хорош Или забыл кого С секретаршей Дикана застукали Меня? Меня? Проказник Но ты идти Тиберя Вы еще не поняли Что главная проблема в том Что ваш сын меня не любит Это бы еще ничего Но и наш ребенок Ему не нужен Представляете Каково будет ему Без отцовской любви? Не преувеличивай, дорогая Сантьяго Ответственный человек И хороший сын Какая у меня разница Какой он сын? Он не только хороший сын Он хороший брат Прекрасный друг И будет замечательным отцом Он никудышный муж И какой он отец Нам еще предстоит узнать Уверяю тебя Он хочет этого ребенка Иначе к чему эти жертвы? Что вы имеете в виду? Наш брак Жертва с его стороны? Господи, ну конечно же нет С нервами у тебя совсем плохо, дорогая Сначала тебе следует успокоиться А потом призвать на помощь Свою хитрость Во всем виновата эта идиотка Мария Селеста Извини, но Такое впечатление Что у тебя навязчивые идеи Плохи твои дела и ранее? Очень плохо Пойдемте, Ларри Мне-то вы верите? Селеста А инопланетян там нет? Есть, но они наши друзья Ну что ж, посмотрим, кто кого Здравствуйте, это Ларри Ларри, это наши друзья Послушайте, Селеста, а почему у них вид такой, будто они нам не рады? Действительно Что это с вами? Определенно что-то случилось Может кто-нибудь мне скажет, в чем дело? Только что тут такое было Просто ужас Дорогая, ты что-нибудь слышала о падении Трои? Или о Хиросиме и Нагасаке? Меня все трясет Консуэла, прошу тебя успокоиться Надо поговорить с ребятами Только спокойно, без нервов И без драм Я уже по горло сыта С драмами или без, мне решать А тебе бы после всего, что случилось, лучше помалкивать Теперь ваше дело стоять и слушать Я терпела Долго терпела твои выходки, дочка Но теперь хватит Сама во всем виновата Виолетта, подумай, чем это кончится Вы только посмотрите на них Она еще смеет судить меня Тоже мне судья нашлась Как будто она Господь Бог А я слова доброго не заслужила Как таракан, как козявка какая-то Чего я только для нее не делала Воспитание она получила С иностранцами и людьми хорошего общества Она общалась Лишь бы только жилось ей лучше, чем мать И вот результат Видели? Разве я просила тебя давать мне образование Учить языкам, отправлять в Канаду А если тебе денег жалко, то можешь не переживать Я все верну до последнего сентаво Помолчи Не старайся быть хуже, чем ты есть Не вмешивайся Я вообще не понимаю, чего тебе здесь надо? Он здесь потому, что я так хочу Потому что я его люблю А вот тебя никто не спрашивает Подумай лучше о своем поведении Здесь, в родном доме Под самым носом матери Вместо того, чтобы начать жизнь И пользоваться тем, что тебе дает Выйти в люди Ничего себе Ты ничего лучше не придумала Как любовь крутить с этим нахалом Неблагодарным Не надо так, Дуня Консуэлло Я очень благодарен вам за все, что вы для меня сделали Спасибо, сынок, утешил Ты до сих пор незаконно находишься У тебя нет никаких документов Поэтому и работы нет Скажи, как ты собираешься содержать эту принцессу? Ты чему-то учился? У тебя есть специальность? Ну как же? Ты читать-то едва можешь Ваша правда, Дуня Консуэлло Хоть и обидная, но правда А почему я не учился? Да потому что ребенком был А уже пришлось начать работать Не переживай, Самарио Мне дела нет до того, учился ты или нет В конце концов, я привыкла жить среди необразованных людей Это ты в точку попала Я не образованная Тупая И неграмотная А что, Касто, разве не так? Какое уж тут образование? Но если я захочу, я все смогу И помолчи пока Не советую со мной связываться Ты просто меня еще не знаешь Я такую трепку могу тебе задать До конца жизни не забудешь Жалею только, что не сделала этого раньше Такой ты меня еще не видела Зато теперь будешь знать Кто такая Консуэлло Паниагуа Так что тут у них происходит? Ставлю сто против одного, что угадаю Значит так Твоя тетушка Консуэлло покричит, покричит Да и успокоится Все будут счастливы А еще лучше, если они с ребенком поторопятся Точно, с моей сестрой так и вышло Теперь у нее четверо пацанов И мои старики не надышатся на внуков Вот так Господи, боже мой Разве можно так легкомысленно относиться к невинности? А может просто Вы ее не там ищете, сеньорита? Как вы считаете? Десятку А мне Самарио понравился Хвала Господу Повел себя как настоящий мужчина С таким не пропадешь Как вы можете смеяться, когда у людей судьба решается? Ну все, все, все Знаешь, звездный мой цветок Мужчины бывают иногда такими болванами неотесанными Правда, правда Правда, Марти? Помните отца Селина? Ну и упрям же он был Правда? Помните? Да, да Пойдемте посидим на травке Что случилось? Что случилось, Марти? Бедная моя мама Она сейчас так нужна тете Консуэлу Мама, ты на меня не кричи Все, теперь я взрослая женщина Ну конечно Глупости совершать все вы взрослые Ты же все на свете знаешь Поэтому, наверное, с нищим и связалась Вы правы, я человек бедный Но честный и работать умею И потом я уже Уже сказал вам, что хочу жениться на Виолетте Нет, никаких хочу Ты должен жениться на моей дочери Из дома теперь вам одна дорога в церковь И все как положено Фата, цветы Все будет по закону Сделайте одолжение Идите разбирать свои жалкие пожитки И на опушечный выстрел не смейте подходить друг к другу Значит, мы можем Да Можете остаться Но только смотрите у меня Никаких глупостей до свадьбы Не для того я дочь растила Чтобы она ходила по домам в поисках работы И вы еще не однажды вспомните Консуэлу Паниагуа Спасибо, теща Извините Вырвалась доня Консуэлу Еще раз повторяю До свадьбы ни-ни Так что оба примехонька по своим комнатам Ясно, ясно Извините До свадьбы, чтобы и в мыслях даже не было Пошли, пошли Касто Ну и денек Еще один такой и пора на кладбище Какое еще тебе кладбище, Консуэлу? Ты же прямо на глазах помолодела лет этак Двадцать сбросила Что ж, все не так уж и плохо Кто бы мог подумать Ну и характер у дони Консуэлу Я ее такой в первый раз вижу Я тоже Я думала, нам конец Но обошлось Да Плохо только, что нам теперь никак нельзя А хорошо было Куда спешить? Хотя, если нельзя Но очень хочется То можно Ну все, все, все Пойдем Пойдем Если я уйду Со стариком случится беда С Тиберио ему уже не справиться Тем более сейчас Да с таким помощником, как Пиментель А вдруг тут еще кто-нибудь замешан Манауры, например Ну что, как дела? Да, говорите скорее Уходите или остаетесь? Все хорошо Можете нас поздравить Мы скоро поженимся Ну все, попался Поздравляю, сестренка Поверьте вам, достался лучший мужчина на свете А какого труда мне это стоило? Поздравляю, красавица Спасибо Ну что я тебе говорил, ячерка? Вспомни Манауры, вы не можете не съязвить? Самарио, я очень рада Вы будете счастливы, я уверена А я буду вам признательна, если вы позаботитесь о Виолетте О чем речь? Ну ладно, главное Все наконец помирились А твоя холостая жизнь кончилась Не жаль? Я беру на себя роль стража порядка в этом доме Слышала? Маленькая озарница Ну а мне что остается? Придется сегодня же вечером закатить банкет Или не стоит накануне свадьбы Лишние расходы Как вы считаете? Я тебя прошу Ты сделай все как надо А я заплачу И чтобы все по высшему разряду Хорошо Слушайте и не говорите, что не слышали Все расходы оплачены Ну все Тогда все по местам и за дело Селеста праздник подождет до вечера Сейчас надо везти маму к психиатру Ты не забыла? Да, конечно Марти Петь перед зрителями без репетиции Да что не подумай О Ларе и о его ансамбле Сентуриона Так нельзя Ларе, вы не должны ни с кем говорить о Селине Вы поняли? Не должен? Почему? Потому что она в другой галактике Ну и что? Она доверила мне свою небесную девочку Марию Селесты Но это большая космическая тайна Ее нельзя никому доверять Минуточку, минуточку, минуточку Переведите Переведите Мои приемники не приняли ваше послание Марти Прошу вас Еще раз Мария Селеста не должна знать Что ее отцом был Сесар А матерью Селина Это межгалактический секрет И о нем никто не должен знать Не волнуйтесь, Марти Я буду нем как рыба От меня об этом никто не узнает И еще Вы должны Сохранить вот эту фотографию Я доверяю ее вам Но будьте бдительны Это достояние всего Млечного Пути Ясно Мои датчики Засекли присутствие небесного тела Извините Ларри, надеюсь, вы не обидитесь Мама, нас с вами ждет одно дело Да Извините До свидания Пойдемте, мама Небесная девочка Небесная моя девочка Ах, Марти Моя небесная девочка Марти Небесная девочка Касту До чего же жестока жизнь И сколько еще мне сносить ее удар Чем больше я стараюсь Тем хуже получается И так все время Не расстраивайся так, Консуэлла В конце концов, никакой трагедии не произошло Нет Тебе мало того, что случилось сегодня Тебе-то что? А я сил выбивалась, лишь бы вытащить мою девочку из этой грязи И что же? Видно, чему быть Того не миновать Так значит, ты доволен Видел бы ты себя со стороны Хватит улыбаться А я и не спорю Я действительно доволен тем, как оно сегодня вышло Думаю, это хорошо Если разобраться, Консуэлла Чего тебе жаловаться? Дочка осталась при тебе Ты же этого хотела Пройдет день-два И вы помиритесь Можешь мне поверить Так что все к лучшему Ты вспомни, Консуэлла Разве мы с тобой всегда были святыми? Посмотришь на эту парочку И даже Завидно становится Молодые, влюбленные, счастливые Такие красивые И потом они подходят друг к другу Думаю, у них будет хорошая семья А там, глядишь, и дети пойдут Неужели ты внуком не рада будешь? Ах, Каста Умеешь ты в каждом деле найти Светлые стороны Хватит того, что я сам темный Так ведь вокруг этого, Консуэлла, вся жизнь вертится И потом В нашей-то жизни Разве было что-нибудь Лучше любви? А с Пуру я только что узнал, что ты уходишь Какой неприятный сюрприз Знаешь, Пиреро Если ты пришел праздновать победу Советуй убираться У меня нет никакого желания Выслушивать твои остроты Ты меня не так понял, Сантьяго Я пришел выкурить с тобой трубку мира И зарыть топор войны Или, может быть, помощь моя нужна Вот, например, это дело С новой компанией Мне от тебя ничего не надо Я уже достаточно взрослый Чтобы самому справиться Ладно Вижу, ты сейчас не в лучшем настроении Тогда знаешь, как говорят Все, что не делается, к лучшему Всего тебе хорошего Надеюсь, новое место окажется не хуже А, по-моему, тебе следовало бы посочувствовать мне Зачем ты так, Аспуру? А в конечном счете я мог бы чем-то помочь тебе Например, вовсе не обязательно эти идиотские формальности С предварительным извещением об уходе Зачем плодить ненужные бумажки? Уходи Когда захочешь К тебе, как в юристе, я не нуждаюсь А все формальности я выполню точно Уйду через месяц и не днем раньше Тебе придется еще потерпеть мое присутствие И совещанием сегодня руководить буду я Доктор, пациентка не пришла Мы можем отдохнуть Нет, надо просмотреть результаты анализов и УЗИ Вы же вчера это сделали Да? Правда? Доктор, мне кажется, вам следует отдохнуть Нет, Амелия Надо еще осмотреть родивших вчера женщин Так что никак не получается Доктор, вы начинаете все забывать Вы осмотрели их сегодня с утра Может, я приготовлю вам кофе? Вам станет лучше? Спасибо, Амелия Честно, мне некогда Да что это с ним такое? Неужели из-за поцелуя? Пойдемте, мама Нам сюда Куда мы пришли? Что это за планета? Не волнуйтесь, мама Нас ждет друг Друг чей? Мой друг, сеньора Мой друг врач И он обязательно поможет вам Я в этом уверен Инопланетянин Враг Опасность Опасность Немедленно вернуться на корабль Нет, нет, нет Ни в коем случае Это друг Успокойтесь, мама Все будет хорошо Не волнуйтесь Договорились? Договорились? Доктор Карлс Урданетта Ну что, босс Сегодня выходной Нам есть что отметить Это уж точно Повод есть похороны И ты первый среди приглашенных Ты ведь знал, что творит этот мошенник Знал, что он убивается вокруг моей дочери Но вы сами ему советовали Но не я же ему советовал забираться к ней в кровать А ты? Нет, так не пойдет Я всего лишь предложил ему выпить А вот советы давали вы Ты, кажется, не понимаешь, чьи это Бой подходит к концу И ты в глубоком нокауте Вот-вот, вылетишь Прошу вас, Донкаста Не прогоняйте меня Мне так нужна эта работа Очень нужна Работа, говоришь, нужна? Да Так иди работай За соучастие будешь работать сверхуручно А за сводничество Мне позже ответишь Понятно? Прошу вас успокоиться Сосредоточиться и ответить Что вы здесь видите Пресвятая Дева, Богородица, помоги мне Что мне об этом говорил Ларри? Надо вспомнить Так вот же они Вот они Опасность, опасность Вторжение инопланетян Доктор Вы что, не видите их? Вот они, вот они Я знаю, они с Плутона Я их знаю Они с Плутона Хорошо А теперь здесь А эти С Юпитера Точно вам говорю Правильно А эти Так это же марсиане Они самые опасные У них лица рыхлые, как сыр Вы только поглядите Вы же знаете, что марсиане не нравятся врачам А врачи не нравятся марсианам Будьте осторожны, не доверяйте им Они очень опасны Ну что ты, не расстраивайся Это хороший врач Будем надеяться Он вылечит ее У тебя замечательная мама Такая ласковая, добрая Легко вам говорить Это не ваша мама лишилась рассудка Извини, конечно, не моя Извини Это вы меня простите Просто Мне так страшно Я с ума схожу от того, что мама может навсегда остаться такой Знаешь, Селестер Иногда люди Теряют интерес к жизни Если не для кого жить У меня есть человек, ради которого я живу Это ты А у тебя, думаю, твоя мама Ты будешь с ней, и она обязательно поправится Манаура Как это вам всегда удается найти нужные слова И успокоить меня Объясните? Не знаю Может, потому что твое счастье Цель моей жизни Манаура Не говори ничего Синьорита Панягуа Войдите, пожалуйста А как мама? Что с ней? Проходите Не волнуйся Все будет хорошо Иди Поосторожней нельзя Вы же не на шоссе Сантьяго, извини Я просто забыла, что за ужасное движение в этом городе Прости Хулия Ледесма Видно, нам суждено встречаться при особых обстоятельствах Может, ты прав Тогда придется принять меры безопасности, чтобы обстоятельства не превратились в чрезвычайные Хорошо бы У меня сегодня совещание с Манаура Я приехал чуть раньше Может, удастся заранее переговорить с ним Совещание? Это интересно А что у вас с ним за дела? Расскажи Самые разные Тогда должна сказать, что я специалист по всему, что связано с Манаурой Я неудачно выразилась Просто я разбираюсь в делах фирмы Тем более Приятно узнать, что мы будем партнерами Партнерами? Именно так После смерти мужа мне принадлежит 50% акций компании Амазония Хоть вы и не пригласили меня на столь важное совещание, я все же приду А пока, может быть, пойдем пообедаем и дела заодно обсудим Ты не против? Конечно нет До совещания еще два часа А пообедать с таким очаровательным партнером одно удовольствие Отлично Если ты сама решила, что наблюдаться будешь у меня, так выполняй мои предписания Хорошо, доктор Значит, следующий раз через месяц Через месяц До свидания, до свидания Береги себя Хотя, может быть, с таким врачом это не обязательно Пока Пока Все, доктор, она была последней Слава Богу Знаешь, Амелия, я совсем вымытался Ты обратил внимание? Она ведет себя так, будто она единственная беременная женщина на свете Ты что так смотришь на меня? Амелия Доктор Нам нужно серьезно поговорить Ответьте мне на один вопрос Только честно Вы хотите, чтобы я ушла? Нет, Амелия С чего ты взяла? Тогда Почему вы ведете себя так Холодно? Избегаете меня? Избегаю? Тебе это показалось? Нет, Амелия Это другое Мне стыдно Мне стыдно за себя Стыдно за свои поступки Я очень уважаю тебя Но в тот раз Когда я поцеловал тебя Я повел себя оскорбительно Ведь ты помолвлена И ждешь ребенка Прошу тебя Прошу Только не переживай Я один во всем виноват Но ничего, теперь Теперь я знаю, что делать Как побороть это Нездоровые чувства Вот увидишь, Амелия Скоро все пройдет Ну уж нет, Андрес Ментоса Не пройдет Теперь это уже мое дело Синьорита Паниагуа Сейчас было бы преждевременно Делать окончательные выводы О состоянии синьоры Мне нужно собрать коллег И провести консилиум Почему, доктор? Неужели она так плоха? Я бы этого не сказал Но многое пока не ясно Не ясно что? Диагноз не ясен Хотя, с моей точки зрения Этот случай Весьма интересен А долго придется ждать Этого консилиума? Скажите? Совсем недолго, синьорита Чем быстрее вы соберете Своих коллег, доктор Тем лучше для больной Сделайте все возможное Прошу вас Можете не волноваться А пока я выпишу Кое-какие лекарства Предписание мои Выполнить в точности Чуть позже я вам позвоню Спасибо, доктор Я все сделаю Господи Не позволь врачам Обследовать меня Они же поймут Что я притворяюсь Мы давно дружили с семьями А потом с годами Стали партнерами Значит Лидесма Всегда были богатые? Конечно, всегда Тогда что Манаур Делал в Сельве Если дела у него в порядке? Знаешь, Сантьяго Чего только в жизни не бывает Порой всего и не объяснишь Человек принимает решение Сам не зная почему Может, сменим тему Хватит нам, Али Десма Мне хочется поговорить о тебе Как ты живешь? Кто твоя жена? Ты редко с ней показываешься И ранее Тебя ждет сюрприз Привет, Маргарита Здравствуйте На вас лица нет Что сказал врач? Как мама? Скажем так Бывает и хуже Как вспомню только Что мы пережили Когда считали, что мама умерла Мне становится страшно А тут какие новости? Насколько назначено совещание? На три часа Еще есть время Да, сеньорита Селеста Вот еще что Несколько раз звонил Сеньор Алекс Чтобы сказать Что придет не один А с ним еще будет Человек от компании Понятия не имею Кто Говорите обо мне Хвалите Или ругаете С чего бы нам вас ругать Сеньор Пиментель Я вас еще плохо знаю С вашего позволения Да ладно Не обращай внимания Это я так шучу Селеста Раз ты отвечаешь У нас за связь С общественностью Тебе надо познакомиться С одним человеком Мы с ним будем Тесно сотрудничать Это доктор Пирейра Позволь тебе представить Здравствуйте Не нужно нас представлять Сеньор Алекс Мы хорошо знакомы Селеста Здравствуйте Сеньор Тибериум До чего же ты скрытен Просто невероятно Позволите Конечно Мы с тобой давно уже разговариваем А ты так мне ничего стоящего и не сказал Общие слова Это как игра в шахматы Интеллектуальная, но утомительная Да, я играю в шахматы С десяти лет Отлично У меня был замечательный учитель Патрисио Идальгу Знаю Твой крестный И дедушка твоей жены Видишь У меня отличные сведения Можешь быть уверен Я все помню И регулярно пополняю свои сведения Надо же Никогда бы не подумал Что могу быть объектом Столь пристального внимания Хотя Если честно С твоей стороны Мне оно приятно Я польщен Хулия Ледесма Это повышает самооценку? Что-то в этом духе Думаю Думаю Ты хороший партнер И собеседник Вот поговорил с тобой И почувствовал себя Значительно лучше Неужели так Тяжела твоя жизнь? Счастливой я бы ее Не назвал Тогда добро пожаловать В общество Вечно печальных Сантьяго Аспура Приветствую тебя От лица его основателя И почетного председателя Спасибо Вступить в ряды Этого общества Для меня большая честь Ну что ж Приятно Сантьяго Видеть тебя Таким довольным Жаль только Что это случается Не в обществе жены Представь нас Или сеньора Не из тех Кого представлять Приятно Вот так сюрприз До чего же тесен мир Никогда бы не подумал Что вы хорошо знакомы Да Мир тесен Теснее некуда Я и не думал Встретить тебя Здесь Селеста Ты занимаешься Связями с общественностью Связями с общественностью А любопытно было бы узнать Давно ли Если мне не изменяет память Ты же портниха Как твоя мать Да Сеньорита Селеста Очень дружна Сеньора Манауре Вот он и решил Что она отлично Подходит для этой работы В чем я Впрочем Никогда не сомневался Безусловно А я и не знал Что вы С Манауре Друзья Алекс Я забыл записную книжку В твоем кабинете Будь другом Сходи Пожалуйста Понял Схожу Я мигом Большое спасибо Спасибо Прошу вас Тиберио Говорите быстрее И не задерживайтесь Здесь Почему ты так против меня настроена Я тебе что Неприятен Красивый у тебя кабинет Честное слово Очень красивый Спасибо А я мог бы Предложить и получше Не сразу конечно Селеста Терпение Вот этому тебе еще учиться И учиться Не умеешь ты ждать И в этом твоя беда Ты слишком Спешишь Спешу? Именно Спешишь И многого хочешь От этого и ошибки На каждом шагу Первой твоей ошибкой был Сантьяго Аспуро Второй Манауре Ты сама-то понимаешь Что поспешила с ними Понимаешь Селеста Неужели? А по-вашему Что мне следовало делать Сеньор Тиберио Надо было Прийти ко мне И стать моим союзником Куколка Ты даже не представляешь себе Селеста На что мы с тобой Способны Наши враги Уже валялись бы у нас В ногах Унижена Моля О пощаде Во-первых Иране Во-вторых Сантьяго Аспуруа Уж о старике Я и не говорю Все у наших ног Послушай меня Еще не поздно Решайся Давай действовать вместе Ты И я Ну что скажешь Согласна?